МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях актеры Рязанского театра драмы Роман Горбачев. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Насколько я знаю, в вашем театре сейчас готовится новый спектакль «Судьба человека». «Судьба человека». И вы там играете главную роль Андрея Соколова. Да. Скажите, пожалуйста, какие чувства вы испытали, когда узнали, что главная роль достанется именно вам? Вообще хотелось эту роль сыграть? В общем, начнем с того, что в этом году так получилось, что как раз три даты, которые способствуют именно постановке этого спектакля. Во-первых, это 70-летие Победы. Затем 110 лет со дня рождения Шолохова Михаила. И, конечно же, год литературы. И когда я узнал об этом, конечно, я считаю, что для каждого артиста сыграть в спектакле, в котором есть кровинушка предков твоей истории. Это очень важно. Этим нужно гордиться. Тем более, это мой не первый опыт. Как раз вот когда было 60 лет Победы, да, ровно 10 лет назад был спектакль «Славиная ночь», где я тоже играл главную роль. Но вот что интересно в этом спектакле, у нас два артиста, которые играют главную роль. Поскольку судьба человека – это как некая исповедь, которая основана на реальных событиях. Человек, значит, история была такая, что сам Шолохов встретил на переправе одного путника, который рассказал эту историю, которая с ним случилась. И как раз у нас в спектакле есть человек, который существует в реальном времени, Андрей Соколов. И Андрей Соколов, который живет в воспоминаниях, молодой. Вот я, который живет в воспоминаниях, нереальной. И была такая у нас не то, что сложность. Нам нужно было найти форму общения. И мы с режиссером договорились, что когда человек что-то воспоминает, что-то вспоминает, он может что-то приукрашивать, что-то недоговаривать, о чем было на самом деле. Поэтому у нас есть некая грань в сфере того, как мы существуем. Но, конечно, определенные связки между нами есть. Вообще, как проходила подготовка именно к этой роли? Как вы в ней вживались? Вообще, у нас именно в этом спектакле заняты 19 человек. Это большой спектакль, большие декорации, художественные решения, музыкальные. Конечно, сам материал, который нельзя вот так вот поверхностно взять. А, про войну, герои, хе-хе, с пафосом. Нет, это далеко не так. Конечно же, были отсмотрены многие фильмы про концлагеря, документальный фильм. Потому что так просто в это. Конечно, очень тяжело в это окунаться. Конечно, мы никогда не поймем, что это такое быть в концлагере. То есть там, не дай бог, что это такое потерять семью, сына в последний день войны. Ну, потихоньку погружаемся, погружаемся, очень кропотливая работа, очень тяжело по миллиметру, каждую репетицию. Причем, когда сейчас появляется, вот у нас до премьеры буквально две недели осталось, появляется какой-то новый реквизит, уже по-другому. Появился барак, каждой досточке так вот трешься. Когда понимаешь, какой он маленький, и вот здесь семь человек должно уместиться, все по-другому, уже как-то ничего не играется, вот уже просто вот в этих обстоятельствах существуешь, живешь. Ну, вот это легче гораздо становится. Вот, и интереснее. Вы сказали премьеры через две недели. Да, ну, 24 апреля, 24-25 апреля, вот, «Судьба человека» в Рязанском областном театре драмы. Наверняка не ироничите перед премьерой. Да, потому что тема очень важная. Очень важно, чтобы это не просто галочка была, спектакль к Дню Победы, как обычно, может быть, там на 9 мая делается. А важно, чтобы спектакль вошел в репертуар. Тем более, в последнее время сейчас у нас тема Победы по-разному рассматривается, мягко говоря. Вот. И самое главное, чтобы помнили, чтобы никогда ничего не забывали. Помните об этом. У нас даже в спектакле рефреном идет эта фраза «Никогда этого не забывайте никогда». Вот. Поэтому вот так. Вот сейчас идут репетиции. Можете отметить какие-то, не знаю, может быть, самые сложные для вас моменты? Вот именно в игре, в этом спектакле. Ну, самый сложный момент для меня. Есть определенные сцены, как раз именно в концлагере. Где человек не теряет веру в себя, веру в жизнь. Когда на его глазах погибают друзья, убивают. Вот это самое сложное. И вот самое сложное – вот это пронести надежду через все сцены, чтобы это не был страдалический пафос. Вот так. Но вы можете сказать, что вот перед этим спектаклем вы нервничаете гораздо больше, чем перед каким-либо другим? Ну, пока у нас еще репетиционный процесс идет, да, и пока еще некоторые моменты устаканиваются, пока все нормально. Вот чуть позже у разных артистов по-разному происходит. Кто-то с самого начала паникует, кто-то за два дня до премьеры, кто-то в день премьеры. Там все не так, все неправильно. А вы когда паникуете? По-разному. Смотря какой спектакль. Ну, вот здесь вот так получается, что у нас такая планомерная идет работа с режиссером. И все довольно-таки понятно и интересно и хорошо. Ну, там-то еще есть у нас еще один главный герой – Александр Зайцев, Андрей Скалов. Ну, вот у него там тоже работы довольно-таки много. Вот. И если посмотреть на афишу, то у нас там по мотивам, по мотивам судьбы человека. То есть это не чистый Шолохов, но самые основные темы, самые основные сцены Шолохова. Это все существует и сцены быта до войны, сцены прощания на вокзале, сцены в церкви, где Андрей Скалов убивает солдата, который хотел выдать своего командира. Вот, конечно же, сцены после первой незакусы. Эти все основные сцены, они все есть. Просто есть еще некие вкрапления, о которых я не буду вам рассказывать, потому что там есть на афише, можно сказать, второе название – «Искры жизни». И люди, которые знакомы с мировой литературой, наверняка догадываются, о чем я говорю. Вот. Просто наверняка, ну, это мое мнение, Шолохов, хотя это все основано на реальных событиях, все-таки он, мне кажется, придал этому какую-то некую художественность. Вот именно про концлагерь. Вот. И у нас есть немножко… Да, кстати, у нас есть две линии. Линии немцев, да, и линии русских солдат, заключенных в концлагере. И там тоже такие весы очень интересные. Вот. Вот так. Скажите, а для актера вообще есть разница? Вот вы сейчас репетируете и играете, ну, фактически на пустой зал. Когда вы выходите, а зал этот заполнен, вот во внутреннем восприятии что-то меняется? Ну, конечно, меняется. Когда ты видишь полный зал, ты понимаешь, что это нужно кому-то. Не именно тебе, а вот как хорошо на полный зал играть. А то, что эта тема интересная. И опять же, тема войны, тема того, сколько было горя, пролито крови, это очень важно для нас. И эту вот частичку надо, которую в себе ее нужно передать. Передать дальше зрителю. Когда у нас вот… Никогда не забуду этот пример. Когда у нас был студенческий спектакль «Вера, надежда, любовь», к одному артисту нашему подошел десантник, который плакал, и сказал, что очень похоже на моего деда, который был танкистом. И вот это важно. Вот это важно, передать эту частичку. Даже вот когда надеваешь на себя костюм солдата, вот так, вот другое вообще совершенно ощущение. Ремень, пилотка, вот автомат, все по-другому. И вот эта частичка, она в тебе как-то вот… Тем более мой дедушка тоже воевал. Она остается… Самое важное ее передать. И чем больше мы это отдадим, частичек, тем лучше. Роман, спасибо вам огромное, что сегодня к нам пришли. Рассказали об этом замечательном спектакле. Напомним нашим зрителям, что премьера состоится 24 апреля. Да. Наша телекомпания тоже с удовольствием приедет и станет одним из первых, кто его увидит. Будем ждать. Вам спасибо. Всего доброго. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего наилучшего. До встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова